Мы сейчас перенесёмся из сегодняшнего дня на границу 18-19 века, вернее, в самый конец 18 века, и в очень небольшой городок на территории Сербии, который называется Сремский Карловс, у которого даже русскоязычные словари допускают для него написание Сремские Карловцы, то есть совершенно русской огласовки. Тем не менее, тема моего доклада связана в первую очередь с рассуждениями о путях. То есть мы оказываемся в том моменте, когда рассыпается такое общеславянское представление Серба в каком-то общем церковно-славянском единстве, уходит в первую очередь язык. И, собственно, размышления, о которых сегодня, которым посвящён мой доклад, они связаны в первую очередь с этой рефлексией на тему того, что было и что теперь будет после того, как этого языка больше нет. Это нужно вот на это нажать, да? Правильно? Можно первый тогда, да? Правильно. В монархии в 80-х годах XVIII века, где прошло всего-то навсего ещё 15 лет с момента официального введения немецкого языка как языка администрации, возникла в результате проведения школьной реформы необходимость составления унифицированных пособий, в частности, по грамматике так называемого родного языка и, соответственно, по обучению чтению письму в начальной школе, в том числе и в сельских школах, да, для каждого из народов, которые проживали на территории гамбургской монархии. В России же в то же самое время наблюдалась острая конкуренция опытов нормирования и кодификации литературного языка. И мы знаем про то огромное влияние и про ту ориентацию, которая была сербов, которые были ожидания, связанные с Россией, Но вот по словам сербского историка Мирослава Ивановича, одним из самых очевидных результатов огромной социальной мощи церкви в период 1725 до 1780 годов было плановое расширение российского просветительского и культурного, а посредованное политическое влияние среди сербов Необходимо одновременно иметь в виду тот факт, что требования существования в новом государстве быстро заставили почувствовать необходимость системного образования сербского населения и хорошего знания государственных языков немецкого, латинского и венгерского. Итак, немецкий язык заменяет, начинает заменять собой латынь во всех школах гамбургской монархии, и остальным народам монархии необходимо перейти на простой язык, уйти от языка, от того языка, на котором существовала книжность до этого, не нужно создать простый язык. Итак, и вот эта реформа, в частности, она коснулась, ведь она ещё была масштабна не только потому, что она коснулась языка, а ещё и потому, что она коснулась и университетов, и реформировала все школы от начальной ступени и до уже ступени предуниверситетской, четыре ступени, и в том числе как городские школы, так и сельские. А ключевой вопрос языковой идентичности XVIII века для православных славян – это отношение к статусу и области использования славянского, то есть церковно-славянского языка, или определение дистанции между тем самым церковно-славянским и простым языком. Или же, если через, как Наталья Николаевна считает, через призму грамматического подхода, через нарушение связи между филологией и богословием. А для сербов, которые проживали на территории габзовской монархии и находились под церковно-народным управлением, этот вопрос был особенно важен и очень многогранен, поскольку включал в себя векторы отношений как с австрийским и венгерским управлением, так с одной стороны, с другой стороны, с сербами на османских территориях и с Россией, с третьей стороны. Представитель сербских школ Теодор Янкович тогда сумел убедить австрийскую комиссию о том, что для сербов должны быть книги на простом диалекте, как простолюдин говорит, но гражданским диалектом переводиться. После одобрения использования гражданского диалекта, но на латинице, со стороны австрийцев, Янкович уже попытался аргументировать вопросы письма и языка в сербских школах в своем реферате 1782 года. В тот же год, забегая вперед, скажу, что он отправился в Россию, а тот доклад он писал на имя императора Иосифа II. Итак, первое. Во-первых, после введения простого языка австрийская корона потеряет свой авторитет у сербов на турецких территориях. Во-вторых, введение латиницы помешает развитию торговли австрийских сербов с пограничными областями Турции, которая развивается в первую очередь благодаря использованию взаимопонятного языка, а такие меры причинят ущерб казне. В-третьих, сербы используют три диалекта – церковный, гражданский и простый. Гражданский диалект выбрать предпочтительнее, поскольку им пользуется более образованная и воспитанная часть сербского общества. Также гражданский диалект чище простого, а с другой стороны, для обычного народа по обе стороны границы с Турцией, он понятнее церковного диалекта. И вот проходит после этого письма 15 лет. Теодор Янкович уже 15 лет находится в России, и куда он призван для проведения похожей реформы школ для народов России. И 7 ноября 1797 года венгерская наместническая веча приказала уже сербам с целью установления единственного правописания в сербских школах и уклонения ущерба, причинённого университетской типографии, созвать в серебских карловцах конференцию сербских людей, сведущих, высоко сведущих в сербском языке. Этим собранием председатель стал митрополит, то есть духовный предстоятель сербов Стефан Стратимирович, и он был призван, эта конференция была призвана решить вопрос сербского правописания уже окончательно. Конференция прошла очень спокойно, с академическими настроениями в течение трёх дней, и на ней говорил, что орфография связана с грамматикой, её само по себе невозможно написать, а надо заново составить. Поскольку присутствующие согласились участвовать в составлении этой самой грамматики и учебников, так как в предыдущем докладе говорили, в удалённом режиме, и обещали не печатать школьных учебников и церковных книг без одобрения митрополита, потому что в противном случае сохранить единство правописания не удастся, то постольку и митрополит Стефан Стратимирович получил полномочия принятия решения по вопросам грамматики для сербов. Соответственно, ещё спустя 17 лет, в тот год, когда в Санкт-Петербурге умрёт тот самый Теодор Янкович, в 1814 году в Вене выйдет письменница, то есть грамматика, то есть грамма, буква, письма, письмена сербского языка по говору просто гнарода, это такая сербизированная грамматика вук Стефановича Караджича, и тем самым она нарушит те официально установленные решения, которые были приняты сербским ВЕЧ. Вот позиция того самого административного и духовного предстоятеля сербов на австрийских территориях, он, кстати, останется на этом посту рекордных 46 лет, он известен в России, как в 1825 году его назовут, то есть его проекты назовут «Проектоподобные сновидения», проекты по объединению славян под крылом российского императора, то есть он мечтал об объединении всех православных славян под крылом брата императора. Вот почему, собственно, у него такой авторитет? То есть, видите, полемика о грамматике вук Стефановича затянется потом на долгие-долгие годы, про неё много пишут, про неё много известно, а вот эти вопросы останутся, они всё время останутся теми самыми оппозиционерами, которые, ну или, может быть, вот той официальной политической силой, которая будет препятствовать тем решениям, которые вук принёс сербам. Стефан Стротимирович, он, ну, то есть человек очень образованный, то есть он обучался сразу в трёх различных несербских гимназиях, он изучал философию права в Будде, закончил он своё образование в Вене, и, собственно, у него дипломы университетские по церковному и по государственному международному праву, а также по лингвистике и даже политическим наукам. Вот ровно за два года до той самой конференции в Сремских Карловцах митрополит Стефан отправил в Россию своему постоянному корреспонденту Теодору Янковичу Мирьевскому, это, собственно, он же, а до того, преждешнему инспектору сербских пограничных школ в Австрии, несколько писем. Причём понятно, что эта переписка, хотя все эти письма будут начинаться с того, что это сугубо между нами, это не для публичного оглашения, но совершенно очевидно, что когда предстоятель сербов будет обращаться уже к члену императорской грамматической комиссии Российской Академии Наук, понятно, что эти письма несут под собой некую другую подоплёку. Он рассчитывал на какую-то реакцию не только со стороны своего адресата, но и то, что его позиция будет каким-то образом услышана в Российской Академии. Итак, если мы вернёмся назад к этому персонажу, то он, в общем-то, очень удачный такой экспериментатор, потому что он очень удачно в Тимишуаре, на румынских территориях в Сербии, провёл, уже ввёл систему преподавания Фельбигера для православных сербов и румын, и действительно его рекомендовали для Екатерины II, то есть несколько человек, и, собственно, во время встречи у Екатерины II с австрийским императором Иосифом II в Могилёве, когда обсуждался вопрос о ведении нормальных школ по модели австрийской в России, и в тот же год было отправлено 29 австрийских учебников для нормальных школ, и в том числе и справочник того же Теодора Янковича, и все эти пособия были одобрены, и уже в 1782 году в Вену поступила просьба, русской императрице направить несколько иллирийских, то есть южнославянских учителей, которые бы могли приступить к проведению реформы. Фельбигер пользовался правом подбора кандидатов, он предложил Марии Терезии отпустить в Россию Теодора Янковича как наиболее подходящего человека для проведения школьной реформы в России. До этого 1 марта 1782 года был, то есть граф Астрахази, он писал уже Иосифу Великому, что отъезд Янковича в Россию является истинной потерей. Поскольку у меня время истекает, я не хочу сейчас задерживать, наверное, почтенные собрания, я хочу показать начало этого письма. Это первое из писем, которое было отправлено, в котором митрополит Стефан сообщает о том, что он получил пятую часть словаря Российской Академии Наук. И вот его мнение о славянском языке, оно, в общем-то, то есть с точки зрения, может быть, грамматик, которые тогда выходили, то есть вот его обязательное условие, чтобы всякий, любой язык, аще имеет к распространению наука народа способствовать и должен иметь множество речей, тех, дробностей, точное произношение или ударение. И вот дальше, при всём вот этом непонятном, вот этой непонятной терминологической работе автора этого письма, если проанализировать вот эти кальки, которые проходят через австрийские грамматики, русские грамматики, и потом вот приходят в результате вот в тот самый гражданский диалект, которому призывает Теодор Янкович, мы понимаем, что на самом деле это абсолютные кальки, абсолютные кальки, которые связаны с нашими, вот с теми грамматиками, о которых мы говорили до этого. То есть это такая, знаете, как вот для бумаги, вот эта вот сетка, на которой всё равно должно остаться самое главное. Дальше в своём письме, которое там, то есть они достаточно длинные, они там 6, 7, 10 страниц содержат, то есть он объясняет каждый из своих терминов. И в конце концов он, конечно, настаивает, вот давай, сейчас я последнюю страницу покажу, например, сейчас, ой, минутку. Могут и другие из других страны произношения языка взирать, аз же взираю отсюда, откуда оскудение, вижу и сожалею. А упростите меня уволикой досады, заведусь и пакнеумем достанем, отдая мне любви и благосклонности ваши с высокопочитанием, естьми буду вашего, вашего божьего раба, покорный слуга Стефана Унстрасимировича. Спасибо за внимание. Спасибо. Вопросы? Да, Юстин, пожалуйста. А правильно я понимаю, что наши грамматики, как бы калька с австрийских, или это у российских? Мы сейчас в общем-то говорим про сербские грамматики, но то, что сделал Лук Карлевич, конечно, это была калька с австрийской. То есть с австрийской была сербская, а потом приехал в Россию, и он делал русскую... Нет, он пытался, нет, он сделал эти буквари, нет, он сделал буквари, которые соединяли в себе буквари, например, Феорфана Прококовича и букварь Фельдбегера. Это уже другая история. То есть эти буквари, наверное, по этим букварям обучались, и у них довольно много тиражей, но все равно в основе там, конечно, изначально та самая славянская грамматика, от которой, собственно, мы отталкивались. То есть он как раз пытался эту грамматику, вот эту вот решетку, на которой себя подчислиться, не потерять. На отмечательный вопрос. Еще вопрос? Спасибо вам.